Основной состав хоккейной «Волги» одержал третью победу подряд, обыграв на выезде строитель из Сыктывкара со счетом 9-3. А на льду «Волгоспорт-арена» накануне и сегодня встречались молодежные составы этих же клубов. Это были заключительные матчи первого этапа соревнований высшей лиги нынешнего сезона. Ульяновская «Волга-Черемшан» ведет борьбу за четвертое место в подгруппе, которая дает право участвовать в финальной стадии турнира. А сыктывкарцы явный аутсайдер. Первый матч полностью подтвердил разницу в классе. Молодежный состав «Волги» одержал уверенную победу 12-1. Соперник был достойный, я считаю, потому что движения тоже были такие хорошие. Я считаю, что все равно любого соперника надо уважать, потому что прежде всего это команда, против которой ты играешь. Вторая игра состоялась сегодня в первой половине дня и также не оставила сомнений в превосходстве ульяновцев. 9-3 в их пользу. Таким образом, молодежный состав «Волги» набрал 47 очков и занял четвертое место на первом этапе турнира. Для команды сильно обновившийся в межсезонье результат достойный. Тем более, что поначалу сезон складывался для молодых ульяновских спортсменов непросто. Дома начали, получается, не очень хорошо. Проигрывали, потеряли много очков дома. Хороший выезд, я считаю, что у нас получился Мончегорск, Красногорск, Динамо и Архангельск. Хороший выезд, набрали очки и его дома уже тоже забрали. Волга-Черемшаны и еще 9 команд станут участниками финального этапа соревнований команд высшей лиги. Место проведения турнира пока не определено, но, по всей видимости, им станет один из городов, обладающих крытой ареной для матчей по хоккею с мячом.